Видимо, он был травмирован. Знаете, он уже был изрядно выкидывший, когда я зашла в купе, и он продолжал пить. Потом он, наконец-то, отправился на боковую, но стоило ему только заснуть, буквально через несколько минут он начал орать прям жутко. И говорит, вот сколько раз он засыпал, столько раз просыпался, ему снится какой-то кошмар. И он орёт, горим, горим, вылезай, люк откидывай. Я, говорит, поняла, что это какой-то военный, а может быть пожарник, который был в какой-то такой чрезвычайной ситуации. Говорит, я всю ночь не спала. И я подумала, что больше я не хочу проводить таких ночей в поезде, поэтому стала летать на самолёте. Как-то у меня проблема отошла, в том числе благодаря этому. Вот то, как она рассказывала, что это человек, который засыпает и просыпается в кошмаре, он орёт во сне. То есть это интрузия, это вторжение вот этого травматического материала, травматического события в обыденную жизнь. И вторая группа симптомов. Вот там мы видим зависимости. Это типовой способ справиться с этим, потому что этот ужас, который накрывает, он настолько сильный, что человек хочет его как-то заглушить. В ход идёт алкоголь, трава, крибы, ну, там, у кого что есть, под рукой. Игромания, кто-то пытается очень много работать, кто-то занимается опять рискованной деятельностью, чтобы отвлечься. Вот это интрузия, да, вторжение травматического материала. Внезапно. В снах, в ситуациях, которые напоминают чем-то похожее. Например, резкий звук, салют пускает кто-то, человек-травматик, может упасть, скорчиться, начать прятаться просто по привычке. Второе. Эмоциональная гипостазия. То есть начинает выпадать эмоциональная чувствительность. Так много сил уходит на обслуживание, на сдерживание этой травмы, что на всё остальное не хватает. Это некая депрессия. Только она связана именно с травмой. Люди потихонечку начинают меньше интересоваться теми делами, которые их интересовали раньше. У них сокращается количество социальных контактов. Они меньше выходят из дома, в том числе потому, что у них есть избегание. Об этом я тоже скажу. Это вот всё эмоциональная гипостазия, уменьшение эмоциональной чувствительности. Конечно, у них есть вот этот старт-рефлекс, повышенная возбудимость. Они, с одной стороны, для обычной жизни заторможены, а с другой стороны, они всё время ожидают вот эту травму, которая порвётся. Они всё время наготовят, пытаются её избежать. Поэтому в участии травматиков есть повышенная агрессивность, раздражительность. Они начинают атаковать, иногда превентивно. Что лучше я первый успею, чем меня. Чем-то это напоминает, помните, мы говорили, параноидное расстройство. Там тоже превентивное нападение. Вот здесь это близко, потому что в данном случае это в какой-то степени похоже, потому что реальной угрозы нет, но она есть в памяти. И для человека это реальность. И, конечно, куча вторичных симптомов при ПТСР. Так у них развивается депрессия, тревожное расстройство, импульсивное поведение, когда люди начинают проигрывать деньги, совершать какие-то покупки внезапные. Чтобы хоть как-то отвлечься. У них проблема зависимости очень частая. У них есть соматические проблемы. И изменение личности бывает. Изменение личности в сторону ничтожности собственной. Вот это очень характерно для КПТСР, комплексного посттравматического стрессового расстройства. Про это мы еще поговорим. Там прямо на первое место. И вот давайте мы посмотрим на критерии ПТСР. Что нам нужно для того, чтобы поставить надежно такой диагноз? На первом месте, конечно, нам нужна история. Так что есть какой-то стрессор, ситуация угрозы, катастрофы. Та ситуация, которая могла подействовать почти на любого человека. Любой бы человек, ну или почти любой в этой ситуации, если только не психопат, конечно, он бы не мог остаться спокойным. То это серьезная угроза. Дальше. Следующий критерий. Про это мы говорили. Флэшбэки. Флэшбэки, это возврат воспоминаний интенсивных, ярких, живых, как будто вот прямо здесь и сейчас. В снах. И в ситуациях, которые напоминают исходные. Причем это могут быть ситуации, которые напоминают исходные пассоциации. Громкий звук, который напоминает выстрелы, разрывы. Это может быть... Какое-то темное место, которое напоминает то место, где на человека, например, напали, была какая-то криминальная история. Один скейс у нас посвященный труд. Это может быть... Книга, это может быть фильм, в котором есть похожая ситуация. То есть люди даже на это реагируют ассоциативно. Следующий типовой критерий. Это избегание. Избегание. То есть люди всеми силами пытаются избежать, попадать в эти ситуации и во все то, что их напоминает. Они... Вот я вам расскажу кейс, теперь я боюсь темноты, там как раз это избегание сильно выражено. Но парадоксальным образом, когда мы коснемся КСТ, стратегической терапии, это избегание, это как раз то, что подкрепляет страх. Потому что вначале я боюсь, и поэтому избегаю. Но потом то, что я избегаю, это означает, что я так сильно боюсь, что не могу с этим справиться. И это избегание подкрепляет ужас. И частичная или полная амнезия события, такое бывает, или повышенная возбудимость. Здесь нужен один признак избегания. Повышенная возбудимость. То есть это либо нарушение сна, которое опять же могут быть связаны с этими флажбаками. Раздражительность, нервливость, такой, вы знаете, взрывной, эксклозивный характер. У человека теряется сосредоточенность. Люди все время насторожны. Вот этот старт-эффект, о котором я говорил, они так испуганы. Но в то же время они агрессивны. Такая смесь. И временной критерий. Что, как правило, в течение 6 месяцев после стресса мы можем наблюдать эти симптомы. Вот есть хороший рисунок про ПТСР. То есть травма, какое-то исходное событие. которое привязано к человеку. Человек всеми силами пытается от него убежать. Но чем больше он убегает, тем больше это событие, эти воспоминания, вот эта интенсивность его настигает. То есть убежать невозможно, невозможно. И это суть ПТСР. Человек все время несет с собой на цепи вот этого вспоминать. И оно вырывается оттуда. В любой подходящий, неподходящий момент. Субтитры создавал DimaTorzok